Добрый день и добро пожаловать в нашу небольшую виртуальную аудиторию. Меня зовут Микита Лагунов. За камерой находится мой друг и помощник Варанчихин Вадим. И сегодня я бы хотел презентовать вам три интересных, на мой взгляд, статьи о рекламе и мои маленькие мыслишки на их счет. Качественных аналитических статей, посвященных рекламе и датированных за последние полгода, в интернете найти крайне сложно. Поэтому я искал в основном интересный материал с элементами анализа или исследования. Первая статья привлекла своим заголовком «Самореклама рекламы». И датирована она 23 октября этого года. К сожалению, автор неизвестен. В данной статье описывается такой интересный момент, как история праздника Дня работника рекламы. Оказывается, аж в 1994 году один российский студент по имени Аллан Ардасенов получил свой первый заказ и решил отметить это событие с размахом. Но событие не получилось широкого размаха. И только тогда, когда все тот же бывший уже студент Аллан возглавил крупное рекламное агентство, а случилось это в далеком 2001 году, праздник стал широко отмечаться не только в России, но и в странах СНГ. Но самое интересное в данной статье начинается потом, уже после истории праздника. По сути, тема сама по себе очень интересная, как отрасль, которая занимается продвижением товаров на рынке, продвигает саму себя. И поэтому во второй половине данной статьи можно найти отличные примеры саморекламы рекламы. К примеру, португальская компания Garage вскрыла головы своих арт-директоров, аккуратно уложив их на тарелки. Слоган гласит «Изголодались по свежим идеям». Вот еще пример. Российское агентство Redworks разместило баннеры, на которых также изображены их коллеги. В данном случае без примесей каннибализма. Работники агентства на плакатах были украшены татуировками, изображающими их лучшие рекламные работы. Слоган «Делаем дизайн сильнее» звучит воодушевляюще. В данной статье реклама представлена как область творчества и креатива, которая, однако, требует огромнейших усилий у работников данной сферы, дабы придумывать новые идеи, поглощающие потребителя. И здесь мы можем плавно перейти ко второй статье. Статья была опубликована в октябре этого года на французском сайте «Journal Dunei» и посвящена рекламе в интернете. Сайт затрагивает такие темы, как бизнес, менеджмент, экономика и так далее. Статья называется «Les d'hôles du méthode commercial d'adopt-plus avec les aditeurs», что в переводе обозначает «Странные смешные коммерческие взаимоотношения от блог с рекламщиками». Автор – Николай Джеймс, автор рубрики «Менеджмент». Здесь стоит прояснить пару моментов. Отблог – это приложение, которое устанавливается в ваш браузер и блокирует в интернете абсолютно всю рекламу, что вынудило многих рекламщиков вести партизанскую войну, отстаивая свой труд. Отблог блокирует любую рекламу, которую обнаруживает в коде страницы. Таким образом, казнят всех, как спам, так и качественные рекламные объявления. Итогом данной партизанской войны можно назвать следующее – рекламщики, чтобы их реклама не блокировалась, выкладывают деньги. Таким образом, в данной статье реклама представлена как интернет-феномен, от которого устали простые пользователи, и которым помогает бороться с этим бесплатное приложение Adblock. Блокировка рекламы хороша в случаях спама и нежелательных ссылок, но когда вопрос касается настоящей профессиональной работы, проблема встает под другим углом. Как найти общий язык рекламщикам и создателям приложения? Во Франции, к примеру, было потеряно около 150 миллионов евро только в 2013 году. Хотите, чтобы вашу рекламу не блокировал Adblock? Платите деньги. И немножко скрытой рекламы. Устанавливайте Adblock. Это действительно эффективное приложение. Третья статья относится к разряду аналитических статей, хоть и датирована она аж 2000 годом. Автор – Лебетев Александр Николаевич. Название статьи – «Страница истории. Две методологические традиции психологии рекламы». Чем интересна данная статья? В ней предложены две концепции, две традиции в рекламе – немецкая и американская. Главными отличиями двух традиций являются следующие. Немецкая традиция рассматривает рекламу как способ психологического воздействия, как сугестию, как способ внушить человеку, потребителю, что он нуждается в этом товаре. Реклама должна заставить потребителя захотеть купить этот товар. В данном случае мы наблюдаем манипуляцию желаниями и потребностями потребителя. Американская традиция ориентируется прежде всего на удовлетворение потребностей потребителей, на создание им удобств, удовольствий, на принцип полезности, на их удовлетворенность как товаром, так и самой рекламой. Данная традиция изучает потребности и возможности, а не создает их, но создает условия для комфортного использования и приобретения товара. Точнее, наоборот, сначала приобретения, а затем использования. Наблюдается разница и в отношении к потребителю. В случае с немецкой традицией потребитель рассматривается как материал, поддающийся изменениям, а в случае американской потребитель есть личность со своими потребностями. Данная статья интересна тем, что спустя почти 15 лет у нас есть возможность проанализировать современную рекламу и прийти к выводу, что в современной рекламе также наблюдаются все те же две традиции, американская и немецкая. Но, на мой взгляд, хоть они тесны и переплетены, явный перевес идет в сторону американской традиции. Чем это можно объяснить? Я бы назвал это эволюцией потребителя. Потребителя уже нельзя обмануть, как можно было раньше. Уже нельзя его принудить к чему-то. У него появились способы защиты и борьбы. Доказательством чему является предыдущая статья, где рассматривался вопрос с установкой приложения Adblock. При желании потребитель, если захочет, сможет оградиться от рекламы. Если мы говорим о рекламе в интернете. А это уже немалое достижение. Собственно, более жесткий немецкий подход здесь не прокатит. Нужно использовать более хитрые методы. Методы изучения потребностей и желаний потребителя. И только такой, более хитрый американский метод способен в дальнейшем успешно развивать рекламу. Спасибо за внимание и до встречи в университете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!